Брестский облпотребсоюз сегодня – это 13 районных потребительских обществ, которые объединяют 25 филиалов и унитарных предприятий РАЙПО, а также две межрайонные торговые базы, транспортные предприятия, вычислительный центр и унитарное предприятие «Брестский рынок». Кооперация объединяет 10 взаимодействующих между собой отраслей и видов деятельности – розничная, оптовая и внешняя торговля, общественное питание, промышленные заготовки сельскохозяйственной продукции и сырья, транспорт, строительство рынки, а также оказание платных услуг населению. Все эти направления работают слаженно, показывая положительные результаты. В текущий период цифры по объемным показателям, по прогнозным показателям, по финансовым показателям, они с положительной точки зрения дают о себе знать, но вместе с тем мы понимаем, что у нас еще очень много вопросов, где нам надо совершенствоваться, где нам надо улучшать качество торгового обслуживания и, конечно, преимущественно сельского населения. Мы сегодня работаем над ростом объема промышленного производства, над объемами заготовительной деятельности. Начался сезон, мы закупаем сельскохозяйственную продукцию, дикорастущую продукцию. Конечно, максимально мы реализуем эту продукцию в собственной торговой сети, перерабатываем и эту же готовую продукцию также представляем в своих торговых объектах, реализуем другим субъектом торговли и поставляем на экспорт. Брестский регион хочется отметить с положительной точки зрения, потому что та динамика, которая обеспечена, положительная динамика за последние годы, она сохраняется. Я надеюсь, что с приходом нового руководителя эта динамика не просто будет обеспечена, она будет приумножена. Новый руководитель облпотребсоюза первого региона урожен Копинского района Ольга Ильковец. Ольга Михайловна окончила Институт управления предпринимательства и Академию управления при президенте Республике Беларусь. Система потребительской кооперации работает с 2003 года и за 20 лет прошла трудовой путь от ведущего экономиста до генерального директора Пинской межрайонной торговой базы. Глава государства поставил очень много задач перед потребкой операции. Это, прежде всего, качественное, своевременное обслуживание сельского населения всеми теми продуктами, даже питания, непродовольственной группой товара, которые на сегодня есть в полном ассортименте, как в городе. То есть необходимо, чтобы как городские жители, так и сельские пользовались теми же благами, какие есть у горожан. От нового руководителя Брестского облпотребсоюза ожидают эффективной работы, новаторства и нацеленности на результат. Ориентировано наращивание объемов промышленного производства и заготовительной деятельности, а также улучшение качества торгового обслуживания. В этом вопросе акцент на работу кооперации в сельской местности. Я думаю, что Ольга Михайловна, потому что, первое, она очень хорошо понимает процессы, ситуацию и задачи, которые сегодня стоят перед системой потребкой операции области. Второе, она прошла путь от рядового экономиста до заместителя, руководителя предприятия Пинская межрайонная торговая база. Ну и в последнее время ее возглавляла. Она участвовала в процессе, когда происходила реорганизация путем объединения Пинского райпода и Пинской межрайонной торговой базы. И все эти процессы прошли и дали хороший результат. Поэтому второе, значит, это то, что командой нашего руководителей потребкой операции области достаточно хорошо воспринято. Понимаем, конечно, и узкие свои места, понимаем и хорошие результаты. Поэтому вот на основании этого понимания, на основании того, что уже пройден определенный пункт, нам кажется, что более оперативно уже можно войти в курс дел. Ну и, конечно, не останавливаться на достигнутом, двигаться дальше и еще больше улучшать те результаты, которые имеет сегодня потребка операции обречены. Василина Буцкевич, Эдуард Покунович, Юрий Лемонтович, Новости Бреста.